4 декабря в Республике Беларусь вступит в силу указ Президента номер 327 о повышении энергоэффективности многоквартирного жилищного фонда. Сегодня мы подробнее поговорим об основных аспектах нововведения, алгоритме действий, узнаем мнение специалистов и обычных потребителей, как проживать в более комфортном жилье, меньше платить за тепло и при этом не обогревать улицу. Указ этот правильно сделан, больше направлен на существующий жилфонд. Очень много у нас, к сожалению, еще таких домов, которые нужно утеплять, потому что мы греем воздух. Нужно утеплять, нужно экономить, потому что энергоресурсы, да, у нас и местные виды топлива, но мы же и покупаем газ, мы должны это понимать. Один из главных приоритетов в политике энергосбережения – экономия тепловой энергии. Эту проблему в нашей стране решают комплексно и по многим направлениям. Строятся современные теплоэлектроцентрали, котельные переводятся на эффективное оборудование с использованием местных видов топлива, идет замена и прокладка теплосетей нового поколения. Чтобы снизить себестоимость тепла, отпускаемого потребителем, проводится модернизация жилищного фонда, строятся энергоэффективные дома. Энергоэффективное жилье мы строим для того, чтобы каждый человек мог иметь возможность экономить на коммунальных услугах, проживать в комфортном жилье и быть хозяином этого жилья, скажем так, по-современному. Мы уходим от тех моментов, которые были раньше, когда было все центральное, общее, наплатили все одинаково. А вот это новое жилье энергоэффективное, оно позволит человеку индивидуально платить за то, за что он потребил. Сегодня энергоэффективное здание – залог бережливости. По квартирные приборы учета и распределения тепла, индивидуальные газовые котлы позволяют жильцам самостоятельно регулировать стоимость услуг и микроклимат в собственной квартире, независимо от внешних факторов и площади жилья. Чем руководствуются наши проектировщики? Ну, это, естественно, есть постановление Совета Министра 706, в котором указаны критерии, скажем так, те коэффициенты теплопроводности, которые должны быть не менее, это по стенам, по перекрытиям и по окнам. Ну, наши ограждающие конструкции есть. Вот эти критерии выдерживаются при проектировании таких объектов. Потому что мы сегодня должны понимать, что чем лучше условия для проживания человека, он может экономить и проживать комфортно в этом жилье. Только за последние два года в Гомельской области введено в строй 750 тысяч квадратных метров энергоэффективного жилья, а до конца текущего года сдадут в эксплуатацию еще 260 тысяч квадратов. В ближайшей перспективе после запуска БелАЭС будут строить больше электрифицированного жилья, в котором электроэнергия будет применяться для отопления и горячего водоснабжения. Мы уже себе поставили на следующий год порядка 30-50 тысяч квадратных метров такого жилья уже вводить. Потому что пока мы идем точечно, там, где имеются возможности и мощности энергоснабжающей организации. А новые микрорайоны, они уже в разработке разрабатываются. Ближайший это будет Чонки микрорайон Гомельской области. При этом исследования Всемирного банка и Департамента по энергоэффективности показывают, в Беларуси существует значительный ресурс энергосбережения. На сегодняшний день в республике порядка 16% квартир жилищного фонда нуждаются в тепловой модернизации. Это в основном дома старой постройки, где уровень удельного теплопотребления доходит до 160-200 кВт в час на 1 метр квадратный в год. А это в 2-2,8 раза больше тепловой энергии. Теперь гражданам дана такая возможность с привлечением средств бюджета, улучшить свои жилищные условия, значит, соответственно, меньше платить за тепло и проживать в более комфортном жилье. Данный указ предусматривает, что инициаторами проведения энергоэффективных мероприятий, ну, в том числе домов ЖСПК, могут быть как сами граждане, то есть это товарищество жилищно-потребительских кооперативов. Также это могут быть местные исполнительные органы власти, а также это может происходить по инициативе самих жильцов. По словам коммунальников, в тепловой модернизации нуждаются дома, построенные до 1996 года, так как централизованная система отопления устарела и давно не соответствует современным стандартам. Ранее эту работу проводили в ходе капитального ремонта, но затем, к примеру, утепление фасадов за счет бюджета стало возможно только в случае подтвержденного экспертизой промерзания квартир. В настоящее время указ 327-й позволяет уже жильцам дома, либо творчеству собственников, либо уполномоченной организации, принимать решения при проведении собраний с жильцами и принятием более 2-3 голосов о выполнении энергосберегающих мероприятий и данное мероприятие уже проводить вне капитального ремонта за счет средств бюджета и отчисления граждан. Итак, пошаговый алгоритм действий прост. Инициативная группа жильцов многоквартирного дома, а это 1,4 часть проживающих, а также райисполкомы и заказчики, выступают с предложением тепловой модернизации. Решение принимается на общем собрании, для чего необходимо согласие 2-3 собственников. При принятии положительного решения в протокол общего собрания вносится конкретный перечень мероприятий. Проведение тепловой модернизации принимается райисполкомом администрации района. Затем с каждым гражданином заключается договор. Здесь есть очень большой плюс, что 50% стоимости этих энергоэффективных мероприятий берет на себя государство. Граждане плачут 50%, при этом дается рассрочка до 10 лет. Кроме того, малообеспеченная категория граждан предусмотрена отсрочка до 15 лет. Это, понятно, малобеспеченные многодетные семьи, социальная категория граждан, которая уязвима, назовем так. И при этом при начислении субсидий будут учитываться также эти платежи. Хочу обратить внимание, что указано, определено, что независимо от того, будут заключать договора, не будут граждане заключать договора, те, кто, скажем так, отказался от участия в энергоэффективных мероприятиях, в любом случае будут выставляться счета. Каким будет перечень работ, определяют сами жильцы. В основу положен принцип добровольного участия граждан. По поручению правительства в настоящее время Департаментом по энергоэффективности предложен уже ряд мероприятий, которые планируется провести в рамках повышения энергоэффективности жилых домов нашей Республики Беларусь. Этот перечень включает в себя несколько направлений, которые я хотел бы сейчас озвучить. Первое – это повышение термосоветеления, ограждающих конструкций и вообще утепление зданий жилых домов, которые будут включать в себя утепление стен, утепление чердаков, утепление подвалов. Вторым направлением, которое предлагается Департаментом, это реконструкция системы отопления и горячего доснабжения. Также возможны устройства индивидуальных тепловых пунктов, систем дистанционного съема показаний, установка приборов индивидуального учета и регулирования теплоэнергии. Предполагается замена оконных, входных, дверных проемов во вспомогательных помещениях и многое другое. Условно говоря, пакет максимального, среднего и минимального объема работ. Соответственной будет и оплата. При этом предварительно будет оговариваться стоимость. В любом случае, жильцы конкретного дома будут принимать решение самостоятельно. Данная работа уже начинает проводиться, то есть уже определен перечень домов, скажем, не только в городе Гомеле, но и в районных центрах, где будут проводиться встречи с жильцами. То есть на сегодня это все-таки идет по инициативе, скажем так, местных органов власти. Хотел обратить такое внимание, что собственники нежилых помещений также будут участвовать в этом, в софинансировании этих работ и оплачивать стоимость работы до трех лет. Плата за выполненные работы будет уже выставляться только после того, когда будет выполнен весь комплекс работ по тепловой модернизации дома. Сумма средств, которые будут платить ежемесячно граждане с рассрочкой 10 лет – 17-25 рублей в месяц. Малообеспеченным гражданам указом предусматривается рассрочка до 15 лет. В первую очередь в перспективные планы будут включаться дома, находящиеся в графиках капремонта, и те, где граждане изъявили согласие утеплить свой дом. Комплексная тепловая модернизация дома – дело добровольное, потребует немало вложений. Государство стимулирует нас к подобному выбору и предлагает финансовую поддержку. Платежи будут фиксированными и разбиты на равные части. При выполнении этих работ по предварительным расчетам будет достигнута экономия до 30%. А если люди будут устанавливать еще приборы учета и регулирование отопления в своих жилых помещениях, то возможно достижение этой экономии до 50%. То есть как бы реально это выгодно сегодня рассматривать данный вопрос каждому, каждому собственнику, каждому жильцу в доме. Ну, только, естественно, надо понимать и принимать то, что сегодня есть у нас. А реалии таковы. Население нашей страны сегодня возмещает только 20% затрат на самую дорогостоящую услугу – отопление. Недалек тот день, когда мы пошагово придем к стопроцентному возмещению затрат, как это давно делается в Европе. К слову, в нововведениях за основу взят литовский опыт и опыт других стран. Например, в Литве ежегодно проводится тепловая модернизация около 500 домов. А снижение потребления тепловой энергии в отдельных случаях достигает 70% и более. Всемирным банком был сделан опрос, в том числе граждан по Бомбирской области. Практически 50% опрошенных выражали согласие участвовать в финансировании таких мероприятий. Мы также поинтересовались у гомельчан, готовы ли они идти на тепломодернизацию своих домов в случае государственной поддержки финансирования. К примеру, 50 на 50. Ну, конечно, и стопроцентно мне очень тяжело будет как пенсионеру платить. И 50% долю тоже как-то будет, наверное, накладная. Поэтому, я не знаю, надо будет смотреть, считать, что выгоднее будет. Это неплохо. Было бы, то есть, если бы у меня была такая ситуация, я бы пошел по пути модернизации, наверное, и согласился бы с этим. Я думаю, что да. Ну, то есть, у нас дом и так новый, я не думаю, что там еще можно куда-то еще сильнее его модернизировать. Но в целом, если бы я там в каком-то старом доме жила, то лучше модернизировать. А пенсионерам, которые получают, например, 400 рублей пенсии, вот как им платить? Как им за что? И, собственно, вы меня извините, но я просто не готова, не готова сейчас ответить. Ну, я бы согласилась на такой вариант. Это было бы замечательно, если бы стояли бы счетчики на каждую батарею. Но я не знаю, насколько это возможно. Лично я бы согласился на такую вещь, ну, немножко поужался бы. Но если бы я жил в доме, где не было бы такого рода утепления. Потому что я на собственном примере убедился в том, что это утепление эффективно. Ну, и знаете, здесь бы я еще поставил бы счетчики тепла в каждую квартиру. Все будет зависеть от того, какая будет сумма. Это будет определяющим. Пенсионерам, как и я пенсионерам, это бы, это очень сказывается. Поэтому я согласен, в принципе, на это такое. Цель указа направлена на то, чтобы снизить это теплопотребление домом, целым домом. И, естественно, снизить оплату жильцов. Целым миром можно достичь этого успеха. Со вступлением в силу указа номер 327 на эти цели можно будет активно привлекать средства собственников и займы международных финансовых организаций. Таких, как Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития. Главное – поддержать людей в желании снизить потребление тепла и повысить комфортность проживания. Ведь эффективное использование тепловой энергии в интересах всех и каждого. Субтитры создавал DimaTorzok